Одним из приоритетных направлений работы Минобороны является реализация плана по обустройству базовых военных городков. В этом году работы завершены в 104 таких городках из 535 спланированных до 2017 года. Полностью ликвидировано отставание, допущенное в прошлые годы, при обеспечении готовности объектов инфраструктуры Северного, Тихоокеанского и Черноморского флотов к базированию подводных лодок нового поколения. С опережением графика идет строительство военной гавани в Новороссийске. Завершение работ предусмотрено в 2016 году. В целом, в течение только этого года, в соответствии с утвержденными типовыми проектами и стандартами, проведены работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту почти 1300 комплексных объектов различного назначения, что в три раза больше показателей прошлого года. Такой показатель сопоставим с застройкой целого региона Российской Федерации. Наметилась четкая динамика по снижению объемов незавершенного строительства. Сегодня на один затраченный рубль обеспечивается ввод основных фондов на 1,2 рубля. Этим исключаются неэффективные инвестиции в сфере капитального строительства. Таким образом, возведение военных объектов сегодня полностью синхронизировано с поступлением вооружения и осуществляется в соответствии с утвержденной дислокацией войск. Наращиваются темпы передачи высвобожденного имущества военной и социальной инфраструктуры, ранее принадлежавшей Министерству обороны. Всем региональным и муниципальным властям передано 2432 жилых дома, 4032 объекта жилищно-коммунального хозяйства, 11122 специальных объекта. Это котельные, школы, детские сады и лагеря, дома офицеров, объекты медицинского назначения. Это позволило в 2014 году высвободить и вернуть к плановой боевой подготовке полторы тысячи военнослужащих, привлекавшихся к их охране.